Встреча с акулой Встреча, которую сложно забыть. Людям может нравиться погружение на дно и наблюдение за необычными морскими жителями. Это дает гигантский прилив эмоций, а также заставляет почувствовать себя живым. Однако порой, если ты находишься даже в надежной железной клетке, может произойти что-то такое, что напугает тебя до самых чертиков. Речь идет о вот этой ситуации, попавшей на видео. На ней человек столкнулся лицом к лицу с настоящей гигантской белой акулой. Хищница почувствовала потенциальную добычу и всеми силами пыталась попасть внутрь клетки, но ей этого, к счастью, сделать не удалось. Все это время за ее действиями наблюдал дайвер, а люди сверху ждали команды, чтобы, если что, начать экстренный подъем клетки наверх. Как я уже сказал, все обошлось, но этот момент точно запомнится человеку, решившему опуститься в воду. Знаете, после прошлого видео мне даже самому захотелось опуститься в океан. Через камеру это не выглядело настолько ужасно. Но потом, как это обычно и бывает, на глаза попадается уже другое, не такое безобидное видео. Да, на нем тоже никто не пострадал, однако попытка акулы была гораздо стремительнее и увереннее. Она то ли почуяла запах крови, то ли просто приплыла на вибрации в воде, но ее появление явно никто не ожидал. И ладно бы хищница просто объявилась здесь, так она еще разинула пасть и пыталась прокусить клетку, вы представляете? И ведь самое неприятное было то, что клетка уже была на самом верху. Помочь человеку никак не могли. Оставалось надеяться, что акула просто потеряет интерес и в какой-то момент даст заднюю. Так, к счастью, совсем скоро и произошло. Неожиданное появление Мужчина из этого ролика совершенно не планировал встречаться с акулами или прочими морскими созданиями. Он просто плавал на своей узенькой лодочке и рыбачил. По возвращению домой его каяк как-то странно пошевелился. Было такое ощущение, будто чья-то волна или что-то вроде того слегка поменяла его движение. Обернувшись, мужчина испытал ужас и страх. Ведь прямо под ним была реальная акула. Непонятно, что она делала едва ли не на берегу, но главное, что человек не растерялся и вовремя предпринял правильную тактику действий. Он взял весло покрепче и начал стучать им по акуле сверху вниз, пытаясь ее напугать. Это сработало, и уже через считанные секунды хищник в не меньшем страхе уплывал от рыбака, куда глаза глядят. Да ладно, на самом деле все не так. Акула не испугается пары ударов. Особенно веслом с не такой уж и большой силой. Поэтому рыбак еще долго от нее отбивался, попутно дрейфуя в сторону берега. Мне кажется, что именно после таких историй у людей и вырабатываются фобии. Потрепало нервишки. Акула из этого видео с рыбаком явно дала ему заряд энергии на недели вперед. Она была очень агрессивной и потенциально вполне могла перевернуть его каяк и слопать на ужин. Но эти рыбы не всегда ведут себя столь активно, пытаясь скинуть людей в воду. Иной раз, как акула на этом ролике, они могут быть пассивными, просто нагнетать обстановку и трепать людям нервы одним своим появлением. Эта хищница была более крупной, но она не пыталась никого укусить или повалить. Она просто плавала рядом. Долго плавала. И лишь через минут пять, наконец, решила оставить рыбаков в покое. На мое удивление, люди на лодке были совершенно спокойны, будто это проплывал их старый и добрый друг. После просмотра всех этих роликов с рыбаками и дайверами, мне начало казаться, что ни один взрослый человек не хочет оказаться с акулой наедине без дополнительной страховки вроде транспорта или клетки. Но что удивительно, я ошибался. Оказывается, в мире есть и группа смельчаков, желающих погрузиться на дно в одних лишь костюмах и с аквалангами, желая встретиться с хищниками лицом к лицу. Что именно у таких ребят в голове, я не знаю. Я идиот. Но эта идея даже звучит очень крипово и стрёмно. Того, что произошло на этом ролике, и следовало ожидать. В группе дайверов подплыла огромная акула и, не желая выяснять с ними какие-то отношения, просто попыталась схватить человека за голову. Благо ей этого сделать не удалось. Напарники подоспели и напугали здоровячку своим численным превосходством. Но вы вообще представляете, что могло бы быть, не окажись она такой осторожной? Рискнули бы опуститься на дно к акулам в такой группе? Напишите в комментариях. Чуть сам себя не подставил. Если все предыдущие истории еще можно хоть как-нибудь понять, то вот это просто не укладывается у меня в голове. Значит так, человек устроился поудобнее на каяке и уплыл вглубь, туда, где водится гораздо больше рыбы, но в то же время, где есть большой шанс встречи с акулой. Во второе парень особо не верил, ведь его знакомые постоянно тут рыбачат и ни с кем никогда ничего не происходило. Но, как обычно и бывает, инцидент произошел именно с ним. Поймав вкусную и аппетитную рыбу на крючок, молодой человек начал тащить ее к своей лодке, но это лишь сыграло против него. Ведь рыбу учуяла находящаяся поблизости акула и устремилась прямо за ней. Она настолько хотела стырить добычу, что в порыве страсти даже снесла каяк с парнем, заставив того не на шутку испугаться. К счастью для него все обошлось. Акула не стала на реакции ловить и человека тоже. Ей было достаточно рыбы. Без приглашения. Знаете, это тот самый случай, когда ты смотришь ролики один за другим и думаешь, ну это точно последнее, что может меня удивить. И так каждый раз. А потом происходит вот это. Туристы вперемешку с рыбаками путешествовали по морю и стали свидетелями кое-чего невероятно редкого и удивительного. К ним на борт без какого-либо приглашения залетела акула внушительных размеров и тут же распугала всех вокруг. Никто не захотел подать ей руку и проводить обратно в воду. Ну а если отбросить шутки в сторону, то люди правильно сделали, что первым делом убежали оттуда подальше. Кто знает, какой сюрприз хищница могла преподнести. Когда они увидели, что акула утихла, они помогли ей спуститься в воду. Правда, это на видео не попало. Но можете не переживать, с хищницей все было в порядке. Все те акулы, которых вы видели ранее, достаточно крупные и опасные. Даже если кому-то покажется, что та или иная акула ни на что толком не способна, он будет неправ. Она без труда перегрызет любого врага и с молниеносной скоростью скроется в пучине. Однако на самом деле все это, как и всегда в жизни, бывает относительно. Акулы большие и опасные по сравнению со своими современными собратьями. Но если взглянуть на главную акулу, которая жила миллионы лет назад, то современные будут ничтожно маленькими и беспомощными. Да, вы все правильно поняли. Я говорю о мегаладоне. Том самом гиганте, которому буквально никто не мог ничего противопоставить. И говорю я о нем не просто так. Ведь на камеры ученых случайно попала вот эта здоровенная акула. Она совсем не похожа на современного морского жителя. Ни по своему внешнему виду, ни по размерам. А вдруг это реальный мегаладон? Может, мегаладоны все еще живы и просто где-то очень глубоко скрываются? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Рифовая акула. Остается надеяться, что та акула никаким мегаладоном не является. Иначе обстановка в мировом океане будет очень плачевной. Хотя, чего я парюсь насчет мегаладона, если в водах и сегодня плавают другие, тоже безумно опасные акулы, о которых почему-то многие молчат и не парятся. Одной из таких является рифовая. Она обитает в индийском и тихом океанах на глубине до 330 метров. Максимальная длина особи, которую удавалось найти, превышала 2 метра. Рифовые акулы представляют некоторую опасность для человека, но в основном лишь тогда, когда мы их как-либо провоцируем. А спровоцировать их плевое дело, ведь они безумно любопытны и настырны, а также совсем не имеют страха. Особенно их триггерит кровь, появляющаяся в зоне достигаемости. Ее запах сносит им башню, и они окончательно становятся бешенными. Гигантская акула-молот. Эта акула уже покрупнее. Ее размер может достигать 6 метров, но главное, чем она отличается от собратьев, это, конечно же, странной головой. Эволюция словно посмеялась над ней, превратив ее голову в некое карикатурное подобие рабочего инструмента и расставив глаза так широко, что между ними поместится еще добрая дюжина глаз. Но все мы знаем, что смеется тот, кто смеется последним. Время показало, что данная особенность лишь положительно сказалась на жизни акулы, позволив той занять множество экологических ниш. Широко расставленные глаза позволяют ей охватывать полностью все пространство по вертикали и большую часть по горизонтали. Единственная слепая зона расположена прямо перед носом, поэтому эти акулы так часто вертят головой. При помощи нароста на голове молоты способны оглушать более мелкую добычу или просто прижимать ее к дну, лишая возможности сопротивления. А еще у нее есть звание одной из самых опасных рыб в мировом океане. Гигантская акула-молот – это один из тех хищников, который питается не только прочими рыбами, но и своими собратьями. Иногда все доходит до того, что она готова слопать молодняк из собственной семьи. Длиннокрылая акула По мнению Жак и Вкусто, именно эти акулы являются самыми опасными во всем мире. Несмотря на то, что длиннокрылые акулы достигают всего 4 метров в длину, они никого не боятся. Питаются опасные рыбехи другими морскими обитателями поменьше. В основном их охота выглядит следующим образом. Они открывают пасть и плывут изо всех сил куда-то в сторону скопления рыб, собирая всех тех, кто немного промедлил и не ушел с дороги. Но помимо этого, длиннокрылая акула также умеет вести более профессиональную охоту. В этом ей помогает ее удивительное чутье, прямо как у собак и щек. Если где-то в мире произойдет крушение корабля, длиннокрылая акула окажется там первой. Некоторые акулы настолько суровы, что могут обитать в кратере действующего вулкана. Не верите? Взгляните сами. Акулы, живущие в вулкане Кратер действующего подводного вулкана Кавачи. Очень опасное, но в то же время интересное для ученых место, которое безумно хочется изучить получше. Начиная с первого зафиксированного извержения в 1939 году, вулкан поднимался и опускался над уровнем моря в 8 раз. Во время извержения в 2003 году сформировался остров площадью 15 метров, однако вскоре он исчез. А теперь представьте, группа исследователей приезжает на точку и готовит специальное оборудование, которое выдерживает заявленные температуры под водой. Люди опускают камеру, способную пробыть на глубине в 45 метров не более часа, и видят настоящих живых акул. Крупные морские обитатели плавают и ни о чем не парятся. Им не то, что высокая температура не мешает, им даже на кислотность этой среды все равно. И это я еще не говорю об извержении вулкана. Что в этот момент происходит с подводными обитателями? Ученые до сих пор не могут дать на эту тему однозначного ответа. Кто-то убежден, что виной всему невероятная регенерация рыб, мол, такая окружающая среда их разъедает, но они быстро восстанавливаются и оказываются в замкнутом круге. Другие же считают, что рыбы оказались там совершенно случайно, но каким-то чудом адаптировались и стали жить и развиваться, даже производя потомство. Да уж, чего только не встретишь в нашем мире, правда? Ставьте лайк, если тоже никогда бы не подумали, что акулы, да и вообще любые другие живые существа могут обитать в таких условиях. И если теперь вам кажется, что современные представители сошли с ума, то это вы просто не знаете, какими опасными и необычными были древние акулы. Предлагаю о них поговорить. В первую очередь у нас пойдет речь о кретоксирине, или как ее еще называют, акуле гинсу. Второе название, к слову, ей дал один из ученых в честь знаменитой в США марки ножей. Почему у него была именно такая ассоциация, сейчас узнаете. Акула гинсу обитала на нашей с вами земле около 90-80 миллионов лет назад. В свое время она не ограничивалась конкретными водоемами и могла оказаться в любое время, в любом месте. Самым поразительным у нее можно назвать размеры. Особь достигала 7 метров в длину и весила почти тонну, но согласитесь, одних лишь размеров было бы недостаточно. Кретоксирина была крайне опасным хищником. Быть таковым ей помогали 7-сантиметровые зубы, превращавшие ее челюсти в настоящую пилу, способную перерезать совершенно все, что под нее попадется. Это могли быть кости, толстая кожа, какой-то панцирь или броня. Нашему древнему гиганту было все равно. О чем говорить, если эта акула могла слопать даже динозавра? Тем не менее, основу рациона для нее составляли не такие крупные существа. Она обожала проглатывать цель и ни о чем не думать. Только если кто-то выводил ее из себя или она просто была слишком голодной, кретоксирина могла напасть даже на существо, превышающее ее саму по размерам. К примеру, следы от ее укусов были найдены на костях мозазавров, панцирях морских черепах и даже на плавнике элосмозавра, гигантского плезиозавра. Несмотря на это, хоть на следах крупных хищников и были ее следы, по официальной версии, акула именно из-за этих же здоровяков и вымерла. Гибодус Окаменевшие зубы нашего следующего гостя были найдены в 1845 году в Англии. Тогда человечество узнало, что где-то 66 или все 270 миллионов лет назад обитала некая акула Гибодус. Отличить ее от остальных довольно просто и в то же время немного сложно. У этих существ были свойственны только им рожки, которые отчетливо были видны в любой воде. В то же время история знает более 60 разновидностей этих акул. Но в чем же была сила Гибодуса? Что позволяло ему занимать некоторую нишу и развиваться в столь непростых условиях? Если бы мы задали этот вопрос акуле, она бы сказала «буль-буль-буль», «буль-буль-буль-буль-буль», «буль-буль», что в переводе с древнерыбного означает «мой секрет в простоте и невзрачности». В то время как другие пытались нарастить себе мышечную массу, стать самыми крупными и опасными хищниками, наш с вами хищник зарывался где-то на дне и совершенно не спешил ни с кем конфликтовать. Ему это было попросту не нужно. Питался этот стратег небольшими рыбешками и другими более медлительными существами. Стабильность и труд позволили Гибодусу расселиться с Триасового по меловой период практически по всем морям планеты. Однако, когда все же приходила пора битв и сражений, наш интеллигент доставал Джокера из рукава. Речь идет о его спинном плавнике. Фишка в том, что именно там у Гибодуса находился спрятанный острый шип, который можно было расправить и вонзить оппоненту в горло, ну или куда-то еще. Что же дорогов, о которых я упомянул в самом начале, их предназначение до сих пор неизвестно. Однако, бытует мнение, что они тоже были нужны акуле для самозащиты. Геликоприон. Следующая акула в нашем выпуске, по всей видимости, являлась заядлым любителем жевательного табака и другой подобной гадости. Ну а если отбросить шутку в сторону, то вся эта дрянь не пощадит губы ровно так же, как Геликоприона не пощадила эволюция. Обитало это чудо океанов достаточно давно, более 250 миллионов лет назад. Ученые считают, что длина этой акулы могла достигать 12 метров, и она была одной из самых свирепых и сильных представительниц подводного мира. Но, как вы уже понимаете, вся фишка здесь совсем не в размерах этого монстра глубин. Основная сила и изюминка рыбы в ее челюстях. Тем более, долгое время существо вообще было известно только по зубным спиралям. В окаменелостях узнавались акульи зубы. Однако понять, как эту штуку можно встроить в конструкцию живого организма, оказалось ничуть не проще, чем с нуля построить машину. Я серьезно. Люди видели эту рыбу вот так, вот так и даже вот так. Выбирайте любую, что вам понравится. Хотя, в принципе, странные формы челюстей для хрящевых рыб и сегодня в порядке вещей. Вспомним хотя бы, к примеру, небезызвестную рыбу-пилу. И даже если мы отбросим тот факт, что челюсти могли находиться в любом месте, хоть кто-то из вас представляет, как ими можно было пользоваться. Были ли они подвижными? Может, они стояли на одном месте или же вовсе функционировали как циркулярная пила? На все эти вопросы ученые по сей день не могут дать однозначного ответа. Они оставляют место для фантазии. Поэтому почему бы не поделиться и своим мнением на этот счет в комментариях, верно? Мегалодон. Ну а этот хищник, как мне кажется, не нуждается вообще ни в каком представлении. Люди читают книги, где всплывает его имя. Смотрят фильмы, в которых эта акула докучает всех и вся на своем пути. Ну или следят за выпусками нашего канала. Вымершего около двух с половиной миллиона лет назад, гигант имел просто аномальные размеры и занимал уникальную экологическую нишу. Из-за чего его поведение существенно отличалось от поведения любых других хищников. Мегалодон был самой крупной акулой из всех существовавших. Не боялся ничего. Вершина пищевой цепи. Кстати, забавный факт. Несмотря на то, что мегалодоны кажутся нам очень крупными, кровожадными и зубастыми акулами, доисторический монстр имел куда больше общего с китами. Во-первых, мегалодоны были теплокровными, то есть могли поддерживать постоянную температуру тела, в отличие от современных акул. Во-вторых, мегалодоны передвигались примерно с той же скоростью, с которой сегодня передвигаются киты. Они отличались низким уровнем выносливости и медленным процессом метаболизма. Вечно все говорят, мегалодон был большим. Он был аномальным, гигантским. Но никакой конкретики не дают. Что ж, эта рыба могла достигать 15 метров в длину и весить более 40 тонн. Сила укуса взрослой акулы была настолько большой, что позволяла пробить грудную клетку китообразного. Он мог перекусить кита пополам, вместе с хребтом. Акула, питающаяся китами. Что может быть эпичнее? Конечно, когда в истории имеется какой-то подобный сверххищник, все хотят верить, что он скрывается где-то на глубине и по сей день. Многие думают, что акула прямо сейчас прячется под водой где-то на самом дне океанов и питается мелкими рыбехами. Только вот такие мечтатели не учитывают одного простого факта. Именно из-за недостатка еды мегалодон и вымер. Эта огромная акула физически не может питаться только мелкой рыбехой, так как ей попросту не хватит пищи для жизни. Мегалодон обязан охотиться часто и на крупных животных. Природа взяла именно такую плату за столь большие возможности и великую силу. И это я еще не говорил об изменившемся уровне кислорода в воздухе. В те времена он был гораздо выше, из-за чего животные и растения вырастали до невероятных размеров. Сегодня же дела обстоят иначе, и это чисто физически не позволит мегалодону вернуть былое величие. Ститокант Как вы могли заметить, миллионы лет назад вопрос эстетики, красивого внешнего вида, разноцветности и всякого подобного слабо интересовал рыб. Однако, все же была среди них и такая, которая, ну прям, очень сильно выделялась на общем фоне. Это был настоящий плавающий пример того, что будет, если не слушать старших. Сам ститокант был относительно небольшой для тех времен рыбиной. Его длина могла варьироваться от 70 сантиметров до приемлемых двух метров. Подобный размер не позволял рыбе красоваться на вершине пищевой цепи, но и бояться всех подряд ей тоже не приходилось. Скорее всего, в рацион хищников ходили мелкие рыбешки, моллюски и, возможно, придонные организмы типа трилобитов и ракообразных. Тем не менее, было у него и кое-что, что сильно выделяло его на фоне остальных. Конечно же, я говорю о необычном спинном плавнике. Имея широкую и слегка утолщенную верхнюю часть, он был похож не то на наковальню, не то на гладильную доску, из-за чего в научных кругах ститокантов серьезно называют гладильной доской. На плоской поверхности плавника присутствовало множество зазубренных чешуек, которые были также и на голове подводного обитателя. Они помогали ему защищаться и в некоторых случаях даже маскироваться. А на этом все. Напишите в комментариях, какая акула впечатлила вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.